Киргизия. Операция по задержанию Атамбаева закончилась хаосом. Эуросианит, США. Кыргызстан. Операцион Тачаптуре Атамбаев Дещенсен Тачаэс. Эуросианит, США. 8 августа 2019 года. Рейд начался не за долгода заката. Спецназовцы ворвались на территорию обширной резиденции в селении Койташ, где, экс-президент Киргизии, Алмазбек Атамбаев скрывался с конца июня. Игнорируя повестки следователей. Но спустя несколько часов после начала рейда бойцы спецназа были разбиты большой группой сторонников Атамбаева и загнаны в угол на втором этаже резиденции бывшего президента. Чуть позже половины одиннадцатого вечера Атамбаев вышел из здания под ликующие возгласы своих сторонников. Его верный помощник и доверенное лицо Фарид Ниязов выразил негодование по поводу рейда. Власти должны были решить вопрос в законном порядке. Но они отказались это делать. Они думали, что сделают, как хотят, и это сойдет им с рук, сказал он. Сам Атамбаев около трех часов утра выступил с кратким выступлением, в котором выразил готовность сотрудничать с властями, настаивая при этом на том, что это будет происходить на его условиях. Все таки властям пора думаться. Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны, граждане Киргизии. Это независимые люди, для которых честь дороже жизни, сказал он. Атамбаев, единственный разрешенный Конституцией и срок которого истек в конце 2017 года, уже несколько месяцев жестко конфликтует со своим преемником и бывшим протежесаром Аранбаем Женбековым. В июне парламент большинством голосов лишил экс-президента неприкосновенности, и многие посчитали, что за этим последует арест Атамбаева по целому ряду обвинений в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Новостный сайт 24.кг, журналист которого в момент начала рейда находился в Койташе, сообщил о стрельбе и о том, что сторонники Атамбаева сначала оборонялись камнями. Судя по всему, сначала спецназу удалось частично взять резиденцию под свой контроль и стрельбой отогнать толпу верных Атамбаеву людей. Но через пару часов нескольким группам сторонников экс-президента удалось пробиться сквозь ограждение вокруг резиденции и попасть внутрь. Через несколько минут как минимум в двух местах на территории комплекса запылало пламя. В конечном итоге спецназ загнали в угол на втором этаже здания, где, по сообщениям, проживает президент. Чуть позже нескольких спецназовцев вытащили наружу, и люди из толпы начали пытаться нанести им удары руками и ногами. Какое оружие имелось в распоряжении защитников резиденции, пока не ясно. Когда в июне и июле туда приезжали корреспонденты Аурии и Шанет, они видели кучу камней, сложенные на некотором расстоянии друг от друга, как будто на случай нападения. Но на фотографиях, снятых после первой неудачной попытки штурма, в руках как минимум одного из верных Атамбаеву людей виден автомат. Сам экс-президент неоднократно заявлял, что готов лично взять в руки оружие в случае попытки его ареста. Как сообщил новостный сайт «Кактус», по словам директора Центра экстремальной медицины Бишкека Искендера Шаяхметова, сотрудники спецназа получили пулевые ранения. «Из дома отстреливаются боевыми пулями», — сказал Шаяхметов. Судя по всему имея в виду сторонников Атамбаева, спецназовец получил огнестрельное ранение от боевой пули в грудную клетку. Пуля пробила бронежилет. Во время рейда в резиденции также находилась Ирина Акарамушкина, одна из немногих депутатов, оставшихся верными Атамбаеву. Она обвинила правительство Ж.Н.Бекова в применении репрессивных мер, схожих с теми, к которым прибегали свергнутые ранее киргизские лидеры. «Нельзя говорить с народом на языке пули ранений», — сказала она. «Первыми кровь впустили Ж.Н.Бекова». Они за это ответят. Критики Ж.Н.Бекова обвиняют его в построении семейно-клановой системы управления государством, существовавшей при Курманбеке Бакиве, который был свергнут во время кровавого восстания в апреле 2010 года. Поздней ночью, на фоне продолжающейся напряженности, высокопоставленные представители силовых ведомств в Киргизии дали понять, что готовы начать переговоры. Но люди из окружения Атамбаева прямо заявили, что их главное требование состоит в том, что экс-президент должен избежать ареста. По сообщениям, в качестве жеста доброй воли рано утром 8 августа с дороги из Бишкека в куэтаж убрали блокпосты. Судя по всему, в руках сторонников Атамбаева остались 6 сотрудников спецназа. Как сообщил журналистом за министра внутренних дел Курсен Асанов, его заверили в том, что этих людей отпустят. Он также сказал, что в ближайшем будущем новых рейдов не планируется. «Посмотрите на наших сотрудников, у них ничего в руках нет», — сказал Асанов. «Нам нужно спокойствие народа». Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.